Одно из самых болезненных переживаний для всех абсолютно, как и для мужчин, так и для женщин, это измена. И, конечно, когда уже приходит это чувство, нужно пережить. Измена на пустом месте не рождается. Я хочу сегодня поговорить об одной из причин женской измены. В отличие от мужчин, гораздо меньше женщин просто хотят насладить свою плоть. У женщин более тонкая природа. И женщина, она на самом деле начинает изменять, когда ей кто-то ее выслушивает очень внимательно. Она рассказывает, открывает свое сердце, и кто-то не муж, а другой ее выслушивает, выслушивает, разделяет с ней, откликается, какие-то чувства сострадания испытывает. И в этот момент женщина привязывается. И когда женщина привязывается, она раз это сделала, два, три, и он потом становится ей настолько дорогим, что уже потом тело отдать, это, вы знаете, дело уже пятой важности. Потому что она открыла душу, она открыла сердце. Поэтому какой вывод из этого? Во-первых, конечно, нужно учиться разговаривать дома. Когда мы говорим, да я вот разговариваю, а муж не разговаривает. Нет, ну надо учиться, как это делать правильно, чтобы второй человек шел тоже навстречу. Это целое искусство. И во-вторых, конечно, очень важны подруги. Подруги независливые. Не те, которые любят взрастить все негативное, не те, которые просто сплетняются на привиде Господа. А действительно подруги, которые могут выслушать, могут дать поддержку и могут направить правильным образом. Конечно, очень важны наставники, учителя. С кем бы я могла разделить? А не просто со служивцем, с которым у меня потом получится служебный роман, потом у меня все это запутается. В конечном итоге для женщины ее двойная жизнь, для нее это огромный источник беспокойства. Для начала вдохновения, а потом любой человек, когда обманывает, он теряет силу в конечном итоге. Поэтому задумайтесь. Спасибо. 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 Спасибо.